3, 2, 1 3 Итак, давайте еще раз посмотрим, собственно, из чего у нас состоит этот телефон Наверняка вы уже все видели обзор полноценный на этот телефон Итак, Blackview M1000 В коробке у нас, собственно, сам телефон Коробочка Здесь у нас инструкция Вот такая отвертка для того, чтобы откручивать наши 4 винта, которые находятся сзади Вот, собственно, они все Есть у нас замечательный просто кредл для зарядки Это просто незаменимая вещь, шикарная Блочок питания на 5 вольт И кабель Type-C USB Так, это мы, собственно, все прячем обратно Нас интересует только сам телефон Так, есть Заныкали 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 И давайте рассмотрим его более детально, прежде чем начать к тестированию Друзья, небольшой Спойлер Спойлер Телефон уже много чего прошел По крайней мере, воду и холодильник холод Вот, поэтому На нем, может быть, еще немножечко водички Итак, коробка Еще раз, что нам говорят Дисплей разрешением 2,4 дюйма 240 на 320 пикселей 1 гигабайт оперативной памяти Что довольно-таки много для этого телефона 4 гигабайта постоянной памяти Поддержка карты памяти До 512 мегабайт Гигабайт Но мы проверили, что 128 уже поддерживать не хотел 64 гигабайта все-таки запустился Батарея на 3300 мАч Ребята, проверено Скажу честно Батарея здесь просто зверская Телефон держит минимум неделю в режиме ожидания Камера на 2 мегапикселя Камера абсолютно никому не интересная Так, есть Это убираем и смотрим на сам телефон На экране у меня еще есть заводская пленочка И, наверное, я ее сейчас вот так вот снимаю И мы проверим наш экран На то, насколько сильно он царапается С левой грани у нас есть кнопочки переключения громкости С правой у нас есть фонарик Который вы можете запустить только если телефон у нас разблокирован Потому что если телефон заблокирован То вы не сможете включить фонарик Это, кстати, очень даже неудобно Что постоянно приходится блокировать и разблокировать телефон На нижней грани у нас ушко для подключения ремешка И, собственно, два контакта для кредла И очень и очень крепкая заглушка Для зарядки телефона Друзья, ногтем, честно говоря, отодрать не получается Приходилось использовать что-то более такое острое Для того, чтобы это отогнуть и подключить И сверху зарядка Точнее, господи Для наушников разъем 3,5 мм джек Ну и, собственно, фонарь Фонарь довольно-таки яркий Спереди у нас огромная клавиатура В принципе, об этом телефоне все Конечно же, его самые основные черты За которые его будут покупать Это автономность и неубиваемость Ну, насчет неубиваемости, друзья, давайте будем смотреть У меня есть несколько материалов Которыми мы сейчас поцарапаем, собственно, этот телефон Итак, первое это у нас, конечно же, ключи Второе это у нас десяточка, мелочь, червончик Наша всем известная металлическая хероборина Которую вы мне говорите Не трогай ею телефоны Ну и мультитул Ну и, собственно, давайте начнем с червончика Посмотрим, как он отрабатывает Экран, кстати, очень маркий И собирает отпечатки спокойно Ну давайте понеткой Потрем его И посмотрим, собственно, что у нас получилось Ну, друзья, собственно, от монетки уже у нас появились царапины Я думаю, вы их прекрасно видите Вот они Ну, окей, давайте дальше Второе это у нас такие вот ключи Будем ними сейчас пробовать Как оно у нас обычно и бывает Царапается где-то, лежит Есть Ну, снова у нас такие царапин нету Но, друзья, обратите внимание Вот здесь вот довольно-таки уже царапины хорошие появились Не сказать, что критические Но все-таки они есть И когда их будет много Дисплей, конечно, будет неудобно читать и смотреть Царапины, вот они, в принципе, все вам видны Окей, давайте дальше У меня вот такая вот штучечка есть Ну, друзья, я прям чувствую, как он царапает Я думаю, вы все видите Я даже пальцами чувствую, насколько этот телефон поцарапан Просто пальцами Окей, боковушка Тут, кстати, рифленая О, я думаю, вы уже по рукам поняли Все Собственно, осыпается Стирается Ну, вот так вот Я думаю, конечно, нет смысла доставать Мой ножик Друзья, ножом, как будто я здесь просто рисую Вот, собственно, и все Экраны уже полностью поцарапали Полностью Я вот зашел, кстати, уже и на корпус Тут видно, ключами хорошо потерлось Вот здесь вот, обратите внимание Царапины Царапины Тут глубокие царапины Это уже от ножа, ребята Боковушки у нас Оно вот, все Вот оно все Спадает у меня Вот такая вот Билиберда Окей По Прочности мы, собственно, корпуса Проверили Давайте немножечко перейдем дальше Проверим этот телефон На падение Ну и давайте для начала Смодерируем обычную ситуацию Когда наш Неубиваемый Телефон Якобы падает С высоты Вот моих Да, вот Живота Типа телефон лежит здесь И Пробуем его скинуть Три Два Раз Итак После первого же падения Мы видим Скол На самом Джойстике Плюс У нас Треснуто Треснуто, ребята Оно треснуто Смотрите Треснуло Стекло Там, где Фонарик Есть Сколы По краям Но вот здесь Вот, кстати Выбаяна Хорошая Дальше Есть Небольшие Сколы Снизу Такой Шероховатый Стал Пластик Но сам телефон Телефон работает Но, друзья Мы видим Как у нас До сих пор Поцарапанный дисплей Конечно Ничего бы с ним Не произошло Он бы не восстановился Но Не такой уж Он оказывается И неубиваемый Хоть влага и защита У него Очень и очень Хорошее За стекло Фонарика Конечно Очень обидно Давайте попробуем Его кинуть Плашмя Итак Что мы имеем Есть У нас Вот здесь Вот Шероховатость Небольшая Здесь Телефон Упал Очень хорошо Плашмя Но при этом Целый Абсолютно Дисплей Целый ведь Да Дисплей целый Есть у нас Вот здесь Вот сверху Скол Ну и сам Пластик Вот здесь Вот стал Очень Вот тут Вот стал Очень и очень Шероховатый Но в принципе Падение с такой Высоты Пережил Давайте посмотрим Случайное Падение С высоты Головы Телефон У нас Упал На заднюю Часть Ну и Что у нас Здесь Есть Вот тут Потертость Ну да Такая мелочь На самом Деле И В принципе Все Друзья Стекло У нас Все так же Сломано Сильнее Но не Разломалось Вот у нас Появилась Хорошая Косочка Вот здесь С нижней части Прям как будто Что-то слизано Прям такая Ух Острая Но при этом При всем Телефон продолжает Работать И даже Ищет Wi-Fi Нормально Давайте проверим Фонарь вообще Работает на нем Или нет Друзья По-моему У нас Перестал Работать После Этого Всего Фонарь Давайте Еще Раз Нет На удивление Все Работает Да Слушайте Живучий Конечно Ломается Но Живучий Ну и Давайте Попробуем Еще Собственно Вот С такой Вот Высоты Повыше Его Сбросить Эта Высота Уже Довольно Таки Метра Два И Посмотрим Что С ним Будет Без Класс Хватило Снизу Работать Телефон Телефон Находится Ну Собственно Вот Такая Вот Штука Давайте Разберем И Посмотрим Живой Или Неживой Не Не Включается Что-то Есть Признаки Жизни Подает Если Включится Друзья Это Будет Очень Интересно И Все Таки На удивление Телефон Конечно Ж Включился Немного Тормозит Клавиатура Но По Одной Простой Причине Что Сама Мембрана Которая Находится Внутри Она Замерзла И Поэтому Такое Ощущение Как будто Нажимаешь По снегу Вот Как пальцами Жмешь И поэтому Есть Небольшое Торможение Но Друзья Забегая Немножечко Наперед Скажу Что После Я пришел Домой Промыл Телефон В теплой Воде Собственно Лед Внутри Как Понятно Что Образуется Конденсат Все Внутри Растаял Телефон Просох И Продолжил Работать В нормальном Своем Режиме Собственно Дальше Мы Видео К этому Вернемся Но В данном Моменте Я решил Сделать Фотографию Проверить Как работает Камера Собственно Фотографирует Вопросов Нет Самое Интересное Что Собственно И блок Камеры Не пострадал Но Вернувшись Домой Я понял Что У нас Отбит Модуль Блютуз Собственно Фотографию Передать На свой Смартфон Придумал Чем Опустить Телефон В тазик И залить Его Кипятком Ну Я его Залил Кипятком Честно Говоря Я думал Буквально Минутку И телефон От перегрева Просто Выключится После Я решил Добавить Лед Для того Чтобы Вы Действительно Убедились В том Что Я залил Сюда Кипяток Прошло Друзья Две Минуты Я попытался Достать Телефон Руками Это было Очень горячо Конечно Мне пришлось Воспользоваться Подручными Средствами И телефон Просто К моему Удивлению Был Очень горячий Но он Не выключился Он дальше Продолжил Работать Я Потрясен И действительно Поражен Выдержкой Этого Телефона Итак Друзья Собственно Я хочу Подвести Итоги Телефон До сих Пор Горячий Обратите Внимание У меня Под экраном Вот здесь Вот Есть Точки Да То есть Он Изнутри Начал Запотевать Но при этом Телефон Продолжает Работать Я его Не сразу Мог достать Этот телефон Просто До сих Пор Реально Вот Он очень Теплый И мокрый Соответственно Две минуты В кипятке Полчаса Под водой Я его Кидал Я На нем Проехался Велосипедом Он был Заморожен Мы его Закапывали Друзья Телефон До сих пор Работает Единственное Что Стекло Царапается Стеклышко Разбивается Друзья Во всем Остальном Да Блютус Еще Отказал Давайте Послушаем Наверное Как он Еще Кстати У нас Выдает Музыку Если Он Выдает Потому Что Мы Так Собственно И Не Проверили Звук Звук У нас Сел Звук Да У нас Друзья Сел Звук Но Я думаю Что Возможно Телефон Просохнет И все Вернется Возможно Динамик Затопило Но Тем не менее Он продолжает Работать Искать Вайфай Все Кнопки Работают Знаете Я Хотел Этот Телефон Подпалить Но Друзья Учитывая То Что Это Мой Первый Телефон И Подобная Практика Я Хочу Оставить Этот Телефон Себе Как Напоминание Точнее Даже Знаете Как Эталон Того Какой Телефон Сможет Его Переплюнуть Да Вот Мы Оставляем Сейчас С вами Этот Телефон И Будем Тестировать С другими Проводить Все Те Самые Операции И Посмотрим Кто Будет Живучее Да Это Знаете Как В топ Гире Была Таблица Градации Автомобилей Которые Быстрее Проезжали Одно И Тоже Я Думаю Мы Собственно Можем Делать То Самое С Телефон Если Вам Такая Идея Нравится Обязательно Напишите В комментариях Давайте Фонарик Проверим Так Фонарик Работает Друзья Ну Я Поражен Я Очень Поражен Тому Телефон И Я Честно Говоря Наверное Бым мог И Рекомендую Этот Телефон К Покупке Но Еще раз Повторюсь При Использовании В Агрессивной Среде Если Нужен Телефон Который Не Будет Использоваться В Агрессивной Среде И Довольно Таки Жестко То Можно Поискать Другие Варианты Если Нужно Что-то Жесткое Вот Blackview N1000 Все Друзья У меня Все Всем Пока Пока